Доброго времени суток всех присутствующих! Сейчас я продемонстрирую вам одно очень интересное видеообращение от нашей компании и о нашей технологии, а после этого поподробнее расскажу, чем же и насколько она уникальна. Доброго времени суток, единомышленники! Прекрасное приветствие! Прошу ваше мнение! На дорогах мира ежегодно погибают полтора миллиона человек, более десяти миллионов становятся инвалидами. Дороги занимают 20% земной поверхности, которая отнята у природы и исключена из сельскохозяйственного оборота. Существующий транспорт наносит экологический ущерб в размере 2,5 триллионов евро в год. Если не искать новых решений, то ситуация в мире будет только ухудшаться. Транспорт должен измениться, стать эффективнее, безопаснее, экологичнее. Транспорт Skyway – это прочная и легкая предварительно напряженная эстакада, по которой на скоростях до 500 км в час передвигаются специальные электромобили различной конфигурации и вместительности. Движение осуществляется по рельсам, являющимся главным элементом эстакады. Струнная путевая структура не разрезная на всей протяженности пути. Даже если несколько опор будут повреждены, это не парализует движение, так как предварительно напряженные струнные рельсы будут только сгибаться без разрыва. В комбинации с многоэлементной конструкцией рельса она обеспечивает значительный запас безопасности. Небольшая площадь поперечного сечения основных элементов значительно уменьшает опасность, создаваемую ураганами и цунами, наводнениями, снежными и песчаными заносами, которые остаются ниже уровня движения, что делает трассу устойчивой к стихийным бедствиям. Таким образом, путевая структура Skyway соответствует международным стандартам безопасности. Подвижной состав оснащен противосходной и резервной тормозной системами. Модули приводятся в движение четырьмя и более мотор-колесами, каждая из которых может работать самостоятельно, так что даже при выходе из строя большинства приводов движение транспорта будет продолжено. Дублирование критически важных функций и систем – один из основных принципов концепции безопасности Skyway. Полностью автоматизированная интеллектуальная система управления исключает человеческий фактор, который является причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Помимо того, она обеспечивает анализ информации в реальном времени, а также способна регулировать движение при обнаружении препятствия и контролировать поведение пассажиров в салоне. Независимо от погоды или времени суток, система обеспечивает безопасное движение в условиях плохой видимости. Эта система способна круглосуточно собирать данные о состоянии модуля и окружающей среды, контролируя процесс посадки и высадки пассажиров, а также интервалы движения. Невозможно учесть все. Поэтому для экстренных аварийных случаев, помимо интеллектуальной системы, отвечающей за централизованные меры безопасности, каждое транспортное средство Skyway оснащено рядом автономных аварийных устройств. К ним относятся автоматически сцепляемое аварийно-буксировочное устройство, с помощью которого транспортное средство, идущее сзади или спереди, может отбуксировать неисправное до ближайшей станции. Огнетушители в пассажирском салоне, а также дуплексная голосовая и видеосвязь с диспетчером. В крайних случаях пассажиры могут быть эвакуированы из салона через аварийный выход при помощи надежного эвакуационного механизма. Разработанные для достижения максимальной безопасности и эффективности при минимальных затратах энергии, системы Skyway имеют на сегодняшний день самые низкие уровни воздействия на окружающую среду, работая на чистой электроэнергии. Для них требуется минимальный землеотвод, что обеспечивает возможность строительства жилья и выращивания сельскохозяйственных культур под путевой структурой. Умный транспорт для нашего общего, светлого, благополучного будущего в изобилии. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артем Курбанов. И еще 4 года назад я не знал ничего о краудинвестинге, я не знал ничего о сетевом маркетинге, я не знал ничего о закрывающих технологиях, которые помогают миру освободить время человека, сделать его чище, сделать так, чтобы биосфера с технологиями, которые придумал человек, жила в содружестве. Но встретил очень интересную сферу, когда начал искать альтернативные виды доходов. И встретил возможность, как абсолютно каждый человек на планете может создать без денег, а просто имея знания, свое дечище, свое видение того, как он помогает этому миру и улучшает. И наряду с этим еще много людей смогли без идей, но с деньгами, поучаствовать в этом. Я был шокирован, я был просто в восторге от того, что есть такая сфера, что люди с помощью интернета в пятом технологическом укладе настолько соединились, что смогли вместе, как единый организм, создавать что-то больше, чем они сами. продукт, услуги, технологии, компании и все это вместе с единомышленниками из разных стран и регионов мира. И сегодня, дорогие друзья, я поделюсь с вами тем, что я нашел и что я изучаю в последних 4 года настолько плотно, что это занимает все мое время. И для того, чтобы вы не потеряли время даром, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на эти побуждающие факторы. Если хотя бы один из этих факторов вам подходит и с вами как-то синергирует, вы вибрируете на этой частоте и понимаете, что мне это интересно, то вы с удовольствием просмотрите и прослушаете этот вебинар и узнаете ту информацию, которую я с удовольствием хочу с вами поделиться. Итак, побуждающие факторы. Если вы хотите дополнительный доход, либо если вас интересует финансовая независимость, как ее достичь, в каких вообще сферах она бывает и как ее достичь быстрее. Собственный бизнес, если вас интересует, если вы хотите работать на себя и больше управлять своим временем, у вас хорошо с дисциплиной, силой воли и вы можете взять на себя ответственность за создание работы и за свой заработок, за свой доход. Либо, может, вы ищете свободное время, потому что работа в понедельник, по пятницу, по 8-10 часов забирает действительно очень много времени. И с помощью нашей компании и проектов, которые она продвигает и будет продвигать, это действительно можно сделать. Если вас интересует личный рост, потому что здесь вы работаете с единомышленниками с разных стран, которые заинтересованы в экологических технологиях, в улучшении планеты, в том, чтобы люди жили в будущем и сейчас гораздо лучше, здоровее, дольше и счастливее. С этими людьми и рядом с такой информацией, такими технологиями вы по-любому растете, узнаете больше, имеете экспертов в разных сферах, которые вам могут заинтересовать. Я встретил здесь, узнав о данном проекте, о данной технологии, встретил тысячи людей, которые каждый восхищают тем, куда они шли в жизни, чего они добились и что они знают. Но это аспект других людей. Я обучился так многом, узнал так много, потому что это было интересно и это было полезно для всего мира. Поэтому энергия и время на это давалось. Если вы хотите помочь другим, потому что наша технология и помощь очень серьезно связаны с помощью всему же МОМу, всем 12 миллионам видов, которые живут на нашей планете. Также новые знакомства, о которых я уже сказал, фантастические люди, фантастические знания. Может быть, вы просто хотите уйти с нелюбимой работы или вообще хотите уйти с работы и найти какой-то другой способ взаимодействия с этим миром. Фрилансовая работа, работа, которая не привязана ни к месту, ни к времени, ни к языку, ни к континенту. Вы можете с помощью данного проекта и многих подобных проектов работать где угодно, но в нашем проекте, в нашей компании сделано все необходимое, все обучающие материалы и работа для того, чтобы любой человек с любой точки мира на любом языке мог изменить свое финансовое положение тем, что передает полезные знания от одного человека к другому и помогает развивать созидающие, закрывающие технологии, то есть делает этот мир лучше и это становится его заработком. Есть такие возможности, необходимо только узнать немножко побольше. Как я говорю, развивайтесь, интересуясь. Многие задумываются о своих детях, о будущих поколениях. Это действительно хороший способ сделать сейчас такой материальный плавдарм в основании развития технологии, которая раскинется на весь наш земной шар. И подумайте, наш фонд сейчас наша компания развивает только первый проект, а их, скорее всего, будет много, потому что технологий экологических от нашего генерального конструктора очень много. Целый эко-мир. Поэтому, дорогие друзья, если вас интересует, какое наследство вы останете своим детям и будущее нашей планеты, всего живого у земной расы, то будьте добры, устраивайтесь поудобней, наслаждайтесь той информацией, которую вы узнаете, надеюсь, что вы ее потом проверите, посмотрите, дополните, для того, чтобы решить, что вы можете сделать полезного для себя, своей семьи, всего человечества, всего живого с этой информацией. Ну что ж, продолжим. Четыре года назад я не знал ничего, сейчас я хорошо уже разбираюсь в разных видах фрилансовых работ, в разных видах проектов, как международные проекты запускаются. То есть, раньше люди могли сделать только через государство, открывались какие-то новые, так скажем, изобретения, открытия и с помощью государства они внедрялись, развивались и все это давалось в социум. Только с помощью системы, так скажем. А сейчас, с помощью интернета, который связал нас вместе, мы можем связываться между друг другом. Сейчас, в 21 веке, маленькая плиточка дает нам возможность быть где угодно, работать, фотографировать, делать видео, делать фантастическое количество дел. И этот прогресс растет. Этот прогресс растет везде, и мы не знаем, как теперь жить без такого прогресса, потому что у нас все и везде. Но это информация. Это информация, без которой мы не можем. Она сейчас постоянно необходима для эффективного проживания каждого дня. Вот. И во всех сферах интернет дал огромный всплеск, но самое главное, он объединил людей. С помощью этих компьютеров, всех планшетов и интернета мы теперь едины. Мы теперь можем свободно делиться нашими идеями, искать тех, кто готов помогать, у которого есть одни ресурсы, а у другого есть другие ресурсы. И они сходятся и делают что-то очень прекрасное для нашей планеты. Краудинвестинг завоевывает мир. Так было написано на одном, на английском языке, на сайте Forbes. И как раз наша компания и наш проект связан и имеет подобную же структуру. Юридически я уверен, что есть, так скажем, свои гибкости и тонкости, но в общем целом мы, много людей, помогают создавать одну из самых крупных экологических технологий, которые просто изменят эффективность и уровень жизни всего населения планеты. И по видео, которое вы видели до этого, вы уже ощущаете, это все уже работает, уже едет. Но сейчас я расскажу вам чуть более подробно. И если у вас есть какие-то вопросы, дамы и господа, прошу вас, пишите их в чат. Я буду рад сегодня ответить на ваши вопросы, на которые смогу, либо попытаюсь помочь найти где же ответ и связаться с вами позже. Одна из вещей, которой мы подошли, одна из самых актуальных, почему я выбрал именно этот проект, потому что я понимаю, что нас 8 миллиардов. И из-за того, как мы передвигаемся по планете, поскольку сам много путешествий, я понимаю, что это наша жизненная энергия, наше время, наши деньги. То есть это очень сильно сковывает людей на перемещение, работа, обучение, путешествия и радость от жизни. И при том, как развились все технологии, которые я вижу вокруг, сфера транспорта, она очень скована, она очень дорогостоящая и она так опасна. И я понял, что это, скорее всего, актуальный проект. Хотя, когда я узнал о данном проекте, я еще ни один транспорт не ездил по рельсам. То есть я еще не видел, как это будет. Но я посмотрел на идеологию и как работают. изучил бизнес-план, изучил краудинвестинговый план и увидел, что, ну, насколько масштабные задачи и они шаг за шагом их выполняют. Думаю, очень интересно. И представил, ну, ладно, я летал, я ездил на поезде, на корабле, но новый вид транспорта, это ж, это как вообще? Новый вид транспорта, новая транспортная отрасль. Я сначала не смог себе представить и только через год, наверное, подошел, думаю, нет, я обязательно должен разобраться в этом, как минимум, понимать, что это такое. Если у меня есть возможность сделать эволюцию в технологиях мира, поучаствовать в этом, я как минимум должен знать, так оно или нет, потому что, если это действительно так, а я не обращу внимания, но я очень буду жалеть в будущем, думаю, как я прошел вообще мимо, при том, что я хочу сделать этот мир лучше. И я не прошел мимо благодаря людям, которые смогли донести мне, как я сейчас для вас, разную информацию, которую я узнал за долгое время. В очень сжатые сроки. Вот так вот вы представляли себе транспорт более ста лет назад. И здесь есть наметки и, так скажем, предпочтение, идея, что транспорт должен быть на другом уровне, представьте, сотни лет назад. Как и электросамокаты. Еще сто лет назад в Лондоне полицейские ездили на электросамокатов, но сейчас только они вошли в моду. странное движение происходит в развитии транспорта и торможение в развитии транспорта, потому что он весь на нефти, на газе, на сжигание топлива, что это огромный бизнес. Транспортная отрасль одна из самых дорогостоящих в мире, из самых коррумпированных. Поэтому в нее очень тяжело попасть, что и доказывает весь жизненный путь нашего генерального конструктора, чье изобретение вот эта транспортная отрасль, одно из изобретений его, и его жизнь действительно показывает, что никак не пропускали такую инновацию, никак не хотели дать, сделать, чтобы у людей был транспорт дешевый, экономичный, мало ресурсов планеты, затрагивал, и был быстрый и безопасный. Потому что наши аналоги, или точнее конкуренты, если это можно так назвать, хотя они совсем не конкуренты, они понимают, что это потеря бизнеса. Как когда-то в Америке автобусы, когда появились в General Motors, они просто вытеснили трамваи, хотя они были гораздо экономичнее, делали огромную прибыль, огромную пользу для городов, но просто из-за коммерции, из-за денег они качество, улучшение качества жизни людей, автобусы вытеснили трамваи, которые были гораздо эффективнее. Представляете, что происходит с нашим миром и с какими сложностями сталкиваются инновации, которые хотят реально сделать жизнь людей лучше и сделать их затраты меньше. А это чей-то бизнес, кто-то от этого страдает. но мы не стоим на месте, идем вперед, потому что понимаем, насколько важное дело мы помогаем делать нашему генеральному конструктору, который всю жизнь отдал науке ради того, чтобы не только он и его семья, или его город, или страна, чтобы все человечество, все живое на земле имело будущее, а не все закончилось на точке невозврата через 2-3 поколения, когда мы не сможем ничего вернуть. Транспорт, по моему мнению, тому, что я изучил, является одной из самых актуальных сфер, которую людям сейчас вместе необходимо менять. И эти технологии есть, дамы и господа, они есть, они реализуются, и в данный момент, чтобы было понятно, насколько близко новая транспортная отрасль к внедрению в весь мир, в данный момент, за 5 лет мы находимся на 14-м из 15 этапов развития. И у нас уже есть 12 машин, и 5 из них уже сертифицировано, и все продолжается. Много видов трасс, сейчас вы увидите это на фотографиях. Разные, разные способы были сделаны, чтобы достать самый эффективный транспорт, чтобы сделать что-то действительно лучшее и полезное. И с помощью многих, многих, многих лет работы наш генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Ницкий сделал это. Создал и отточил один из самых уникальных видов транспорта. И сделал его настолько широким и разнообразным, что он подходит куда угодно. В любую точку нашей планеты мы сможем добраться с вами и построить дорогу, и жить в полном удовольствии со всеми коммуникациями, которые нужны для современного человека. Так что транспорт это только начало, первый проект. Смотрим дальше. Транспорт очень необходим нам, потому что все грузы, все еда, продукты, которые мы используем, одежду и прочая техника, абсолютно все это проходит огромный путь до нас. И в зависимости от того, насколько этот путь долг, насколько сложен, цена растет. Если это упростить, то цена будет ниже и на все будет ниже. Но это если сделать отдельную какую-то компанию либо какой-то порт, а если всю транспортную отрасль переделывать, чтобы она была более эффективна, то все получается станет дешевле. А если мы добавим скорость перемещения, то получается опять мы будем добираться быстрее, будем делать больше эффективного. То есть скорость и пропускная способность вся логистика сейчас уже транспортная, разных транспортных отраслей не соответствует под 8 миллиардов людей. Необходимо менять. Потому что посмотрите на это. Здесь невозможно двигаться и я уверен там невозможно дышать. Когда я был 4-5 лет назад в Лос-Анджелесе 20 миллионов человек и 20 миллионов машин. Ты подъезжаешь к городу со стороны ты видишь прослойку над городом смог такая сбитая сбитый пончик который очень любят в Америке с утра вместе с кофейком только он состоит из дыма из дыма огромный круг огромная такая туча мы тут находимся и это происходит не только в Лос-Анджелесе во всех мегаполисах мира или как Китай раз в два дня открывается новая электростанция на сжигании топлива для получения энергии выпускаются тысячи машин это все увеличивается а планета не справляется необходимо это поменять и это можно изменить новая логистика это значит по-новому посмотреть на наши города на перемещение на саму цель перемещения с точки А в точку Б как это можно сделать с минимальными затратами и максимально эффективно и безопасно как минимум одна из вещей это пространство смотрите 200 человек в 177 машин даже конца не видно а если без машин то не так уж и много площади то есть автомобиль занимает достаточно много пространства если в городах появился транспорт на втором уровне представьте какая разгрузка бы была при том что тебе еще и не надо искать парковку а если мы этих людей посадим в автобусы то это получится целых три автобуса посмотрите насколько мало места они занимают при правильной логистике а было огромное количество либо один поезд легкий поезд который идет по второму уровню еще раз посмотрите на картинку и фотографию номер 4 вот эту и теперь посмотрите вот на эту чувствуете разницу как много можно сделать если подумать рассмотреть и попытаться улучшить это представив или поискав может кто-то уже создал действительно хорошие идеи как улучшить ту или иную сферу все что связано с транспортом экологическими технологиями экологическими домами гумусом восстановления почвы линейные города эко-поселения и еще другие проекты это все есть у Анатолия Эдуардовича Юницкого очень рекомендую вам узнать об этом ученом побольше он получил в 2018 году премию мира в Братиславе за все его экотехнологии эко-мир потому что он понимает то что вы видите сейчас на экране он понимает насколько транспорт необходим и насколько транспорт не соответствует если какие-то города могут позволить себе люди в них могут позволить себе много транспорта и у них загазованности и застои то в некоторых странах люди просто не могут себе позволить никакой транспорт а значит они не могут передвигаться не могут найти хорошую работу в другом месте очень скованные обрезанные возможности человека но если бы у них был транспорт который стоит меньше чем другие виды строится быстрее легче и более эффективный, а еще и экологический и безопасный. Конечно, их уровень жизни повысился огромно во много-много раз. Только автомобили забирают полтора миллиона полтора миллиона жизней в год. Полтора миллиона, дорогие друзья. И еще около 10 миллионов становятся инвалидами. Это больше, чем во всех остальных автокатастрофах или других видов катастроф. Транспорт, который раньше нам помог расширить наши города, и чтобы мы могли передвигаться уже через 10 километров, 20 километров, чтобы мог быть город, он перестал нам помогать. Он перестал справляться. Необходимо думать по-новому. Первые две проблемы это перезагрузка транспортных путей и отсутствие безопасности. Отсутствие безопасности флоры, фауны и человека. Потому что первый уровень сейчас во многом в городах принадлежит машинам. Когда я был в Лос-Анджелесе, там пешеходам неудобно ходить, неудобно передвигаться, потому что все сделано для машин. Огромные расстояния, и везде автобаны, везде дороги. В Арабских Эмиратах вообще в некоторых местах нету пешеходных дорог. Ты не можешь из точки А в точку Б добраться, потому что негде идти. Либо огороженная территория, либо сразу дорога для машин. То есть они конкретно сразу строят уже города для транспорта первого уровня. Это забирает у живого первый уровень, у биосферы. А биосфера, она там и образована, она там и живет. Вся флора, фауна и человек на поверхности земли. Это место необходимо освободить. И наша технология помогает стопроцентно это сделать. Освободить от транспорта всю поверхность. Будут только анкерные промежуточные опоры, которые занимают минимальный землеотвод. И не будет мешать ни грунтовым водам, ни передвижению, так скажем, миграции животным. То есть транспорт, технология, которая никак не мешает биосфере, частью которой мы являемся. такие технологии считаю стоит продвигать. Человек строит дороги везде, но планета и время разрушают. И те виды транспорта, которые у нас есть, в некоторых местах построить нельзя, либо так дорогостоящие. Плюс как мы передвигаемся и что используем. Мы влияем так сильно. Мы один из 12 миллионов видов на нашей планете. Один, который может все разрушить. Насколько большая мощь и сила есть в человеке и в человечестве и в наших руках то, что вы видите сейчас. Не в руках каждого отдельного человека, а во всех. Мы стоим на всем этом живом, на нашем доме, на нашем огромном доме с огромной семьей в 8 миллиардов. вы же наверное тоже не хотите чтобы наше голубое небо было вот таким, чтобы наши дети, наши друзья, близкие и любимые люди дышали вот таким воздухом. А буквально вчера узнал информация, что даже в Гималаях воздух загрязненный, такой же, как в городах соседних. даже там на высоте в 5-6 тысяч есть следы нехорошего воздуха. И это можно решить, и это необходимо решить, и у нас есть на это время. Как пророчил Еницкий несколько поколений, 2-3-4 поколения, он это говорил несколько десятков лет назад. Сейчас мы действительно на распутье, но очень сильно развиваются экологические технологии, очень огромный резонанс во всем мире. Люди интересуются, люди хотят стать частью и убрать эти проблемы, убрать загрязнение среды, потому что они понимают, что нельзя выжить, если мы испортим наш окружающий дом, нельзя использовать сжигание на постояне. Но мы должны переходить. Не то, что должны, это наша возможность, которая более долгосрочная, чем думать только про здесь и сейчас, но у каждого человека есть сейчас возможность не только знать об этом, но и участвовать, представьте себе, своим временем, либо своими словами, либо своей энергией, своими средствами. Какие прекрасные возможности дает нам 21 век. Большой расход энергии для передвижения нас, грузов, пассажиров, 8 миллиардов и всему тому, что им нужно в потребительском обществе. Все эти проблемы решаемы. Их мы озаглавили. Посмотрим, какой наш транспорт, что в нем не так, что в нем нужно изменить. 150 лет этим фотографиям, справа и слева, практически никаких изменений. Тот же транспорт, тяжелый, много материи, те же, та же тяжелая путевая структура, долгое строительство, много энергии человека, много ресурсов планеты. Это не эволюция. Как бы в сообщении, когда отбивали азбуку Морзе, а потом звонили, а теперь у нас у каждого плиточка в кармане, интернет, полная связь с любым континентом, это эволюция. Уже что-то больше похоже. Освобождает землю, использует место над рекой. Здорово. Но еще много-много недоработок. Большой вес, не знаю, как насчет безопасности, или здесь. Можно сказать, тот же самый транспорт, просто на втором уровне, с колесами наверху. И отличный плюс, меньше гораздо землеотвод. Но посмотрите, какие серьезные опоры, и как это тяжело, как много энергии необходимо, чтобы двигать такой подвижной состав по рельсам, очень тяжелый. То есть выходы ищут, но самый идеальный по всей видимости развиваем мы сейчас. Потому что мы уже это увидели, почувствовали и уже частично даже сертифицировали, то есть подтвердили то, ради чего вообще весь проект делается, краудфандинга, краудинвестинга, народного финансирования. Просертифицировать технологию, чтобы ее по всем законодательствам, по всей бюрократии и бумажкам можно было строить, что она отвечает всем своим характеристикам, что она безопасна и она лучше, чем другие виды. Мы уже подошли вплотную к этому и более всего в Объединенных Арабских Эмиратах и Арабском мире, в тропическом исполнении, так скажем. Там люди знают действительно, чего хотят. Они хотят лучшего, что есть на планете для себя и своих граждан. И это очень здорово, очень приятно с ними общаться. Транспорты бывают разные. Эффективность их большой вопрос. И в каждом месте подходит какой-то слой транспорта. В нашем случае вся линейка транспортной технологии, которую мы развиваем, представляем и сертифицируем, настолько широка и адаптивна, что ее можно пустить куда угодно, в любой температуре, в любом ландшафте. И плюс в некоторых эстраз есть еще несколько инфраструктур, как интернет и электричество. То есть три инфраструктуры. Точка А, точка Б, нам нужно добраться. Если бы мы строили обычную дорогу, то мы бы все это должны были сравнять. А если это 300 километров или 1000? Это так огромное такое количество энергии и времени нужно на это. Потом все это необходимо разровнять идеально ровно, все вымерить. нигде не ошибиться, во много слоев, чтобы это якобы долго стояло, хотя так не получается, как минимум с автодорогами. И только потом мы можем поехать. Посмотрите, как много затрат. Рентабельно ли это? Необходимо ли это? Или есть возможности гораздо лучше? Мы создаем транспортно-инфраструктурный отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационное, железнодорожное и автодорожное. Это слова нашего генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого, который в течение всей жизни разрабатывал экологические технологии и сейчас успешно и очень быстро вводит их в реальность. Посмотрите на эту красоту, которая уже ездит, которая уже работает, которая уже радует людей, ее совладельцев и других представителей разных стран каждый год, тем, как работает эта технология. Что мы сделали и чего мы добились. Все вы знакомы со струнами, но идея запустить струны по струнам транспорт как-то странно, вроде тонкая материя, транспорт по ней это, наверное, небезопасно, а оказалось сейчас с учетом всех технологий десятикратный запас прочности. Мы можем передвигаться по струнам над землей на разных транспортных средствах со скоростью до 500 километров в час. Представьте, куда зашли мы в технологиях 21 век. Человечество, мне кажется, нет ничего невозможного для человечества. Только очень-очень тяжело дружить и не воевать, мне кажется. Но мы работаем над этим. Как минимум, я точно работаю над тем, чтобы люди больше улыбались, меньше плакали, меньше ссорились и воевали. Но еще посмотрим, что мне удастся за эту жизнь сделать. Пока я имею что-то очень интересное, что я бы хотел видеть в этом мире, что я хотел бы подарить и помочь подарить каждому человеку на планете. А если задуматься об идеологии, то всему живому на планете. Мы оберегаем тем флору, фауну человека, отдаем ей землю и первый уровень, если выносим транспорт на второй уровень. Безопасность по сравнению с автодорожной в две тысячи раз. В две тысячи раз и более. Это слова нашего генерального конструктора. Можно строить где угодно. Здесь, с учетом того, какая уже была представлена в 2019 году в Беларуси, в Марьиной горке, трасса легкая, прорисающая, на которой я и мои коллеги уже катались и еще очень много инвесторов. Расстояние может быть даже с одного берега до другого. В воде ничего необходимо ставить. То есть любые ландшафты, сейчас это уже 400 метров. Представьте, горы, озера, овраги какие-то, над домами, над рекой. Транспорт может протекать без моста, без лишних затрат. Просто опоры, опоры, натяжение струны и транспорт безопасный и очень быстро передвигается из точки А в точку Б. Фантастика. Она здесь в реальности. Она уже строится, уже построено несколько трасс, на которых проходят демонстрации, на которых проходят испытания и с помощью которых сертифицируют нашу технологию в Белоруссии и в Арабских Эмиратах. Тропический климат и умеренный климат. И всего лишь струны нужно натянуть между двух анкерных опор и все это натяжение, нагрузку, поместить на земную кору. С земной корой ничего не происходит, а мы имеем прочную, ровную дорогу для комфортного и безопасного перемещения. Вот так выглядит, например, полужесткий рельс. Внутри пучки струн, которые делают такую прочность. После этого наполнитель спитальный, который антикоррозийный, убирает вибрации, так скажем, шумопоглощения. И корпус рельса, который все содержит, и головка рельса, потому что самое эффективное передвижение стальной рельс по стальному колесу, самое высокое КПД передвижение. Ну и на колесе легче всего передвигаться, на колесах легче всего качения, набрал скорость и пошел. То есть даже летать сейчас единственное, что лучше в полете, что это чуть быстрее, но с учетом границ ворот, гейтов, аэропортов, не факт, что это реально быстрее и гораздо дороже. Разные виды трасс, разные виды транспорта под любые сферы. Это полужесткий, это жесткий, подвесной, навесной. Здесь более близкое расстояние между промежуточными опорами, между анкерами. Но можно послать транспорты с большой вместимостью, либо грузы большого веса, либо даже поезда, совместные соединенные составы. Но, когда вы будете узнавать дальше об этом проекту и этой технологии, вы будете шокированы и удивлены, какая логистика изобретена для того, чтобы люди без остановок могли идти из точки А в точку Б. Вот зачем необходимо много составов отдельных, которые связаны между собой, с трассой, с каждой анкерной опорой и работают общим, с помощью как бы искусственного интеллекта и алгоритмов, что очень упрощает и ускоряет жизнь людей, делает ее эффективнее, то, что связано с транспортом, во много раз. И, как я и говорил, разнообразие разработок Юницкого под каждую сферу, под каждую задачу можно подобрать определенные виды транспорта трасс. Уже в данный момент пять видов трасс построено в Мариной Горке, один вид трасс в Skyway Innovation Center в SRT Park и две еще строятся по 2,5 километра. Все идет, все доказывается, все реализуется и сертифицируется. И еще раз напомню, я рассказываю вам для того, что если ваш побуждающий фактор в начале хоть один совпал, вы можете с помощью данного проекта, с помощью изучения, получения этой информации и какого-то вида участия вы можете получить и реализовать свой побуждающий фактор. Сделать мир лучше, получить работу, познакомиться с кем-то, улучшить будущее либо позаботиться о своем потомстве. Это все в ваших силах через один проект. Проектов много, дорогие друзья. Тысячи проектов сейчас есть с помощью краудинвестинга, краудлендинга, краудфандинга. Я изучив множество проектов, объективно выбрал лучший, выбрал самый актуальный, выбрал самый детально расписанный, выбрал тот, которому нет аналогов, у которого самые высокие характеристики и пользы для человечества и который по факту краудинвестинга как он расписан. Ну да, тут все расписано до такой степени, что это действительно можно сделать и создать. Почему бы не попробовать? Или с другой стороны, а как будет, если я все это понимаю, но решу, ай, если провалится, будет неинтересно, будет очень грустно, и не стану, а он запустится. Я бы себе не простил, что я просто не углубился, чтобы примять действительно адекватное решение по отношению к моим приоритетам и моим жизненным ценностям. Хочу я стать частью этого, или это вне моей жизни, и я просто пройду мимо. И я, когда узнал и углубился, я понял, что это полностью соответствует моей жизни, и здесь я могу применить свои множество умений, множество талантов, множество образований в одну сферу, и максимально, как только я могу делать ее лучше. Этот транспорт поможет всему человечеству разгрузиться, жить в природе, остановит урбанизацию, не нужно будет находиться в центре города, где все сбито, склачено, дорого и нечем дышать. Можно будет расслабиться, можно будет жить за 500 километров от места своей работы и за час всего лишь добираться. Я знаю, как сейчас на поездах и на автобусах люди по часу, полтора едут на свои любимые или высокооплачиваемые работы, а потом едут назад, и им приходится жить где-то определенно. представьте, что вы можете передвигаться между городами 500 километров в час. Вы просто сели, полчаса вы в другой стране, можете работать в другом городе, в другой столице. Возможности человека с его знаниями и интересами взорвутся. Каждый сможет позволить себе то перемещение по приемлемой цене и быстро и безопасно для того, чтобы реализовать себя и сделать лучше этот мир. В экотехнопарке уже все двигается, ездит, испытывается, в Арабских Эмиратах тоже, и все благодаря ученому, гениальному Анатолию Эдуардовичу Юнистскому. Он сделал уже очень много для того, чтобы все человечество увидело и поняло, чем он занимается. Представьте, если сейчас поддержало уже проект с помощью народного финансирования более 500 тысяч человек, то есть представьте, как много людей уже просто слышали и знают об этом. А это значит, что очень-очень скоро во всех странах и городах мира будут говорить о новой транспортной отрасли, которая улучшает и вид, и безопасность города, улучшает коммуникацию, улучшает возможности каждого человека. И люди будут хотеть данную технологию к себе в город, в свою жизнь. И сейчас мы всеми руками и ногами, мозгами и душой делаем так, чтобы это расширение проходило как можно больше, как можно быстрее. Анатолий Эдуардович видел эти проблемы. Перегрузку транспортных путей, что мир задыхается, особенно в потребительском обществе, постоянно развивающемся. Сколько смертей, сколько аварий, сколько животных страдает. Какое загрязнение мы делаем, когда 8 миллиардов людей и часть из них на машинах постоянно целыми днями передвигается. И как много мы для передвижения тратим энергии, энергии, ресурсов. Он все это видел и решил это изменить. И придумал. За 40 лет он дорабатывал все свои технологии и дошел до уникальных решений. как он сказал в своем интервью я создал такие виды транспорта, что изменения как модернизации мы их делаем уже даже сейчас, пока идет процесс краудинвестинга уже улучшаемся и будем продолжать улучшаться, потому что идеи новые, новые материалы, новые научные открытия, это все можно внедрять. Но качественно больших изменений именно чтобы был другой вид транспорта его практически не будет, потому что с учетом его монографии струнной транспортной системы на земле и в космосе это самый оптимальный физический способ передвижения грузов и пассажиров. Самый оптимальный. Человек заявляет это открыто, потому что у него было несколько десятков лет все это проверить, встретиться с критикой многих разных ученых и неученых и доработать из своей технологии лучшее. Например, как аэродинамика. Он понимал, что самая большая энергия тратится на передвижение, на сопротивление окружающей среды и на разрушение ее, на силу трения, на силу сопротивления воздуха и создал аэродинамику, которая лучше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых быстрых машин на планете. Там CX равно 0,5, 0,6, а здесь чуть ли не в 10 раз лучше аэродинамика. И из-за этого не тратится энергия за то, что здесь закручивается снизу воздух и экранный эффект, он его присасывает, притягивает и теряет огромное количество энергии. Здесь при столкновении воздуха мы не теряем огромное количество энергии и ресурсов, так скажем, электродвигателя, потому что воздух огибает наше транспортное средство и не создается турбулентность, потому что он спокойненько проходит с двух сторон, а не у нас так скажем, ровное окончание транспорта и за ним создается воздушная яма из того места, откуда мы переместились, туда воздух засасывает и он нас назад тянет. И плюс второй уровень и не сплошное полотно. То есть мы продвигаемся и даем полную свободу. Мы, можно сказать, максимально не колышем окружающий мир, то есть в полном соответствии с окружающей биосферой. Как вы? Хотели бы такой транспорт? Хотели бы жить в городах, где передвигается подобный транспорт, 150 километров линии для более маленького передвижения, 500 между эко-поселениями, чтобы можно было без одной пересадки либо с одной пересадки добраться из любой точки в любую точку. И ты выходишь на улицу и можешь сорвать любой плод, фрукт или ягоду, и она абсолютно чистая. Она даже будет без пыли, потому что нет рядом транспорта, нет рядом опасности, нет рядом дыма и загрязнения. И вы едите чистый продукт, который растет у вас прямо под домом, при том, что вы живете в городе. Вот такие потрясающие изменения будут с помощью и продвижению и развитию всех технологий эко-мира, которые изобрел Анатолий Эдуардович Низкий. Продолжим дальше. Чистая энергия. Все это делается на чистой энергии. И у Анатолия Эдуардовича много видений и разработок, как этот весь транспорт может получать электричество из солнечной энергии, геотермальной энергии и ветровой. Как это связать с самой путевой структурой, чтобы это получалось, чтобы транспортная структура транспортной отрасли сама себя обеспечивала электроэнергией. Тогда это будет одна из самых крупных и полезных закрывающих технологий в мире, которые когда-либо создавали. Потому что у нас транспорт станет уникальным, быстрым, безопасным, самостоятельным, с минимальным участием людей и без человеческого фактора. Продолжим дальше. Экономия. Здесь вы видите расчет. Сколько мы тратим, когда передвигаемся на нашем виде транспорта? Эквивалентно топлива. То есть электричество эквивалентно в... Наоборот, топливо эквивалентно в электричестве. То есть представьте, чтобы переместиться, нужно всего полтора литра топлива на 14 человек на 100 километров. А у нас уходит там 5, ну там 10, а тут полтора на 14 человек, а у нас на 5, на 6. Либо сверхскоростной транспорт, в котором я уже сидел, я уже видел, как он катается. Мы представляли его в Берлине на Инотрансе 2018. Крупнейшей транспортной выставке в мире. 6 человек, то есть уже больше, чем в нашей машине. Не 100, 200 или 300 километров в час, 500 километров в час. 100 километров понадобится всего лишь 5,5 литров топлива. 5,5 литров топлива за то, чтобы преодолеть 100 километров за меньше, чем за 10 минут. Просто плюс-минус. Представьте, насколько улучшится наша жизнь, наши возможности. Сидишь дома где-нибудь в Дауглпилсе или где-нибудь в Москве и такой хочу на море. пару часов и ты на море. Или сидишь где-то в Европе, например, в Риге, а хочется в Испанию. 3,5 тысячи взял и ты уже там. Я уверен, времени потратится меньше, чем мы будем собираться ехать в аэропорт, сдавать багаж, проходить ворота, сам полет, подготовка, назад, растаможиться, можно сказать. И только ты тогда. Будет быстрее, будет гораздо дешевле и гораздо безопаснее, без вреда окружающей среде. Как много плюсов, правда? Дорогие друзья, я надеюсь, что я не буду голословным и вы не будете верить только моим словам. Пожалуйста, изучайте и интересуйтесь, и развивайтесь, интересуйтесь, потому что это одна из лучших технологий, которые я вообще когда-либо встречал. Я не представляю, как один человек и сколько у него должно было быть помощников и муз в этой жизни, чтобы создать так много, чтобы создать настолько фантастически продуманные и полезные технологии и умудриться пронести их сквозь всю жизнь и уже почти реализовать. Это просто очень сильно заряжает меня, что существуют такие люди. Я понимаю, что и мой предел безграничен, и ваш предел, дорогие друзья, безграничен в том, как вы можете улучшить свою жизнь и чужую. В данном транспорте будет уникально все, потому что он полуандроид, он связан со всеми транспортными средствами, он связан с каждым столбом в путевой структуре, у него есть машинное зрение, у него есть безопасность дополнительная, у него есть аварийный выход, чтобы можно было спуститься с любой высоты, и антибуксировочная. То есть данная система, она как рой будет двигаться, и если что-то где-то произойдет, ничего критического не случится. Все продумано с помощью Анатолия Эдуардовича, и сейчас все это реализовывается. Даже если что-то, это волнует некоторых людей, поскольку Анатолий Эдуардович уже 71 год, если что-то с ним случится, все технологии запатентированы, это патентное право одно из его высших образований, и мы сможем продвигаться, заканчивать и дать миру то, ради чего он всю жизнь работал. Он об этом позаботился, за что ему огромное спасибо дважды, что он и о том, и о том позаботился. Мы не упадем отсюда, с любой трассы, есть противовосходная система, электромоторы, мотор-колесо, и с прямой стяжкой, есть которые отдельно, для более тяжелых грузов, и для других углов, так скажем. Здесь вы видите, что по всем показателям, по всем расходам, по всем способностям наш транспорт лучший. Единственное, кто пока быстрее нас, это самолет. Вот один показатель. Но у Анатолия Эдуардовича Яницкого есть технология, которая, скорее всего, будет развиваться в Арабских Эмиратах, на что нужно будет 60 километров, для того, чтобы передвигаться в фарвакууме. Это передвижение, которое он изобрел уже давно. И будет скорость до 1250 километров в час. Просто представьте. это как раз необходимая скорость для того, чтобы оставить авиацию, перестать загрязнять нашу атмосферу, выжигать огромные дыры в озоновом слое и использовать так много топлива и так рисковать, так скажем, тратить так много времени на полеты. 1200 километров в час. И это абсолютно реально. И научное сообщество частично уже знает об этом. И есть люди и ученые, которые поддерживают это. Просто тут зависит от каждого человека. потому что всей системе в целом и другим транспортным отраслям очень невыгодно. И они очень серьезно стараются, чтобы такие проекты, как наш, которые еще принадлежат людям и делают их богаче, не доходили до людей. Поэтому прошу вас, изучайте, интересуюсь. целая линейка транспортных пассажирских транспортных модулей грузовых 12 уже создано, 16 разработано под разные направления, 5 сертифицировано. И главная сейчас задача это работа в тропическом исполнении и скоростной юнибус, скоростная трасса, чтобы наш транспорт перебегался 500 километров в час. Также разработка по юниконтам передвижения грузов. Любые контейнеры, которые уже сейчас существуют, которые грузятся в портах, на корабли, на машины, на поезда, их может брать наша транспортная система на подобные установки любых размерах и весом до 35 тонн, всего 50 получается, и переводить куда угодно. Это сейчас такие показатели, я уверен, что будет и больше. Но это то, что сейчас необходимо в Арабских Эмиратах и мы готовимся и делаем конкретно уже под существующие заказы, что отмечу очень-очень здорово, потому что действительно у нас есть официальное сотрудничество на официальном уровне с Объединенными Арабскими Эмиратами. из-за сертификации в Арабских Эмиратах следят не только представители Арабских Эмиратов, но и соседних тропических стран Северной Африки, вправо, влево, то есть со всех сторон рядом информация зацепляет о том, что в SRT Park, это как Силиконовая долина в Калифорнии, есть Skyway Innovation Park, какой-то инновационный парк, в котором создается новая транспортная отрасль, которая будет самой лучшей для тропического исполнения, потому что она может выживать в таких условиях, в этой соли, в воздухе, с этой жарой и с постоянным песком. Многие следят за нашим развитием, и это все потому, что мы подходим уже к самому концу. Но еще не поздно помогать, изучать и поддерживать данный проект для тех, кто хочет, для тех, кто понимает в этом ценность и возможность. Это можете решить только вы, как и участвовать либо помогать еще тысячам других проектов, которые запускаются по миру. Много видов транспорта уже в железе, в который мы трогали собственными руками, катались. Я уже катался на трех видах транспорта. Было и в Белоруссии несколько раз три, и в Арабских Эмиратах, в Шарджи, в нашем Skyway Innovation Center. Делал там экскурсию для 98 представителей из 18 стран, которые с каждого континента стараются своей жизнью, своей энергией помочь данному транспорту реализоваться. И, дамы и господа, когда я зашел в транспорт и понимаю, что я три года понял, что я другим не хочу заниматься, я хочу продвинуть это, если это может случиться и получиться, я готов положить на это даже несколько лет. И когда ты понимаешь, что ты едешь в транспорте, который частично твой, в технологию, которую ты изучил, понимаешь и продвигаешь, что она развивается благодаря тебе фантастическое ощущение, когда ты понимаешь, что ты масштабом улучшаешь мир, как только можешь. Это здорово. Я каждому человеку рекомендую попробовать в Мариной горке или когда откроется посещение в Арабских Арабских Эмиратах, приехать в Экотехнопарк и увидеть, как растут сады, рядом идет стройка и ездит транспорт, и ты берешь яблоко, оно абсолютно чистое, экологически. Оно рядом никак не страдает. Ты понимаешь, что все вокруг тебя цветет, как и ты, рядом с экологическими технологиями. Это отличный приоритет для любого человека, для бизнесмена, для человека, который просто хочет узнать мир, поинтересоваться, как же сотрудничать с биосферой, как же человеку с помощью его технологий и нужд сделать так, чтобы он жил в гармонии, в содружестве, в полноценном соединении, чтобы можно было давать друг другу максимум и не вредить. Более 20 выставок, около 20 выставок международных в разных уголках планеты прошла наша компания, представила наш транспорт и во многих местах мы были лучшие. Проходятся сертификации, сертификации в разных странах. Здесь только маленькая часть, потому что в каждой стране необходимо получать что-то свое, везде разные нормативы, разные необходимости. Если быть точным, то сегодня Skyway получила более 80 патентов на промышленные образцы, товарные знаки и изобретения. в Белоруссии, России, Австралии, Китае, Японии, США, Канаде, Индии, в Европе и в 23 странах европейского сообщества и ряде других государств. То есть представьте, какое большое распространение за несколько лет собрал данный проект. А самое интересное, что те люди, которые узнали о нем когда-то и изучили чуть-чуть для того, чтобы понять мощно, нужно, актуально, надо попробовать помочь, как бы там ни было. Сейчас они ни один не беспокоятся, потому что полностью довольны, потому что видят, как каждый день развивается технология, как каждый день делаются успехи, как сейчас каждый день практически нас, так скажем, одаривают видео из производства, со стройки, объясняют, как все работает и как это будет внедряться. Уже сейчас прошла третья выставка по индустриализации ближнего космоса, то есть следующие технологии, как нам из обычной наземной цивилизации перейти в космическую и использовать ресурсы космоса, электроэнергию космоса. Это уже следующие проекты, которые будут через какое-то время. Мы видим на выставках, что мы одни из передовых компаний, которые пользуются новейшим оборудованием, пользуются новейшими программами. И в 3D Experience в виртуальной среде можем создавать и проверять наш транспорт, моделировать, ускоряя. То есть мы используем самое топовое и лучшее оборудование, софт, программы, железо, компьютеры и станки на наших уже трех заводах, что можно делать космическую продукцию, но мы сейчас нацелены именно на передвижение грузов и пассажиров на поверхности земли, для того, чтобы наша жизнь здесь была глубокими вдохами и мы имели много безопасного пространства для развития нас, флоры, фауны и человека. Три огромных офиса находятся в Минске, один офис у нас в Арабских Эмиратах, сейчас мы переехали еще в новый офис девятиэтажный, очень просторный, потому что уже более тысячи сотрудников. И три завода, один, на котором делают путевые структуры, бывший завод Йомобили, на котором делаются начальные подготовительные работы по созданию разных видов путевых, точнее транспортных модулей, и третий завод, на котором уже как лаборатория завершается полная комплектация нашего транспортного средства, и оттуда она уже выходит в идеальном состоянии, готовая к выполнению своих задач. Три завода, и мы являемся, те, кто поддержали компанию, являются совладельцами всего того, что вы сегодня увидели, и будут получать пользу от данного проекта, от совладения данной компанией, и от развития ее на весь мир, в течение всей жизни компании. И я, и мои дети, и мои внуки, мы будем получать пользу от того, что сейчас создаем, не только ради себя, а ради всего живого на земле. Если вам кажется, что я говорю слишком масштабными словами, несколько дней вы поизучаете информацию насчет Анатолия Эдуардовича Юницкого, у вас не останется сомнений, может быть появится еще больше вопросов, но я вас уверяю, информации за 40 лет своей деятельности Юницкий создал достаточно, чтобы понять и проверить, насколько он все продумал, насколько все рассчитано, возможно к реализации, и что действительно все его технологии весь мир может взять и просто за год сделать и внедрить, но для этого нужно понимание, а понимание идет от самого человека, от каждого человека на земле. Вместе мы составляем один единый организм, который управляет тем, что происходит на нашей планете. В 2016 году был танковый полигон в Белоруссии, в 2019 и 2020 здесь уже строится вон шестая трасса, все работает, ездит, встречает людей, более 7 тысяч человек уже прокатилось на данной транспортной отрасли, хочется сказать, и он по всем испытаниям и сертификации является самым эффективным в мире. Осталось только закончить краудинвестинг и начать строить его по всей планете. Вот так это выглядит. Это реальные фото. Грузовые, легкие, провисающие, суперлегкая трасса, берельсовая, подвесные, навесные. Абсолютно под любую задачу можно подобрать свой транспорт. Так же, как и в инновационном центре. Вот такая разработка. Буквально в одном из вебинаров наших членов правления рассказывалось, что было место подготовлено, там должны были стоять две высотки, определенный технологический парк. Но Эмир Шарджи сказал, посмотрев на нашу технологию и что можно сделать, так сказал, вот здесь вот то, что было планирование, перепланировать. Вот эти здания убираем, вот здесь вот хочу, чтобы был Skyway Innovation Park. я хочу ехать по этой дороге у себя в Шарджи и видеть эту красоту прямо рядом с университетом, где 50 тысяч студентов, американский университет, которые тоже будут прямо бок о бок с одними из самых эффективных транспортных технологий и будут рядом же видеть, как это все работает, скажем, здесь и сейчас, целая кафедра. Представьте, какое дальновидение у Арабских Эмиратов. Они не очень заинтересованы в коррупции, они заинтересованы в лучшем, в лучшем, что есть на нашей планете для себя и своих людей. Как они сейчас, если раньше они основывались только на нефти, то сейчас туризм и разные технологии, которые они собирают со всей планеты, превращают их в услугу и продукт и обратно дают в мир, только уже в 10 раз дороже. То есть они правильно, на мой взгляд, развивают, смотрят и я очень рад, что у нас такие коллеги и партнеры, которые действительно заинтересованы во что бы то ни стало, чтобы у мира или чтобы хотя бы у них этот транспорт был. Но я вас уверяю, как только один год отработает такой какой-то транспортный комплекс и покажет свою характеристику отчет, насколько это было эффективно, насколько мало ресурсов потратили, что вообще произошло, какой это транспорт, каждый город мира захочет такой транспорт, как говорил Анатолий Эдуардович Низкий, можно крутануть глобус закрытыми глазами в любую точку, ткнуть пальцем, и там будут нужны наши технологии, технологии Анатолия Эдуардовича, эко-мира и особенно транспортной технологии, потому что она самая актуальная, которая нужна здесь и сейчас. Потрясающие виды, которые уже реализуются, это реальные фото. Когда мы были в мае 2019 года, уже стояла первая опора, она вот только-только-только поставлена, еще ничего не натянуто, так было здорово, она так интересно выглядела, потому что мы еще таких не видели. Инновации создается в первый раз в этой жизни, в этом мире. Дух захватывает. И этот транспорт уже был представлен, он сделан в тропическом исполнении, в ВИП-исполнении, и он был представлен уже и миру, и одобрен, поэтому продолжается работа. Поэтому мы, если подытожить, создаем инновационный, надземный, один из самых скоростных, самых безопасных, самых экономичных и экологичных, легко интегрируемых куда угодно, и абсолютно экологически чистый по использованию, строительству и эксплуатации транспорт в истории человечества. Вы сейчас это можете увидеть. Сейчас, по факту, когда приедете на ЭКО-фест в ЭКО-технопарк в Белоруссию, вы можете уже проехать на данном транспорте, уже, хотя мы не закончили краудинвестинг. За вами остается подумать, хотите ли вы узнать больше, хотите ли вы пройти мимо, или хотите вы стать частью этого, помочь этому развиться. Я понимаю, что я не могу сейчас при этих знаниях заниматься чем-то другим, потому что мне мешает, даже когда сейчас я провожу деятельность, я очень люблю строить, варить, делать конструкции, помогать сделать дома, но работая, мне нравится это, но я понимаю, что есть место или есть деятельности, которые более полезны для жизни меня и всего человечества, для моей семьи, для моего будущего, для всего живого на планете. И когда я узнал, что есть такие проекты, которыми владеют люди, которыми будут пользоваться люди и делаются как для людей, а не как коммерция, я понимаю, что да, здесь стоит быть. Это, да, это стоит изучить. И да, необходимо подумать, насколько я хочу поддержать и каким способом. Но то, что хочу поддержать, это точно. Сейчас мы на 14-м из 15-ти этапов развития. Кажется, может быть, что вы уже у самого конца, проект уже почти готов, много сотрудничества, зачем еще информацию раздавать и зачем еще нужна какая-то поддержка. Крауд инвестинг и процесс задействован так, что риски в самом начале самые высокие. Все расписано, все действия поэтапно и на каждый этап, чтобы выполнить действия, необходима какая-то своя сумма. И вот в самом начале, когда риски самые большие, действий мало, чтобы был хороший прогресс, видимость для других людей. И суммы маленькие, потому что тяжело собирать большие суммы. С каждым этапом задач становится больше и сумма становится больше. Поэтому последние этапы так же важны, как и первые. Последние этапы гораздо больше, чем первые. И для последних этапов необходимо гораздо больше средств, потому что если в начале мы делали много-много маленьких действий и такое начальное развитие, то сейчас у нас уже такое количество, такой штат и такое развитие И плюс самая дорогостоящая задача – скоростной транспорт. Дать нам транспорт, с которым мы можем передвигаться 500 км в час по поверхности нашей планеты. И у каждого человека есть возможность сделать это еще сейчас. 14 этап заканчивается, и 15-й. Осталось чуть-чуть до самого конца. И каждый из людей на планете может стать совладельцем данной технологии. С помощью договора конвертируемого займа. По факту мы кредитуем слово неправильно. Его нельзя рассматривать с точки юридической, потому что у всей экономики и юриспруденции свое назначение, свое название у каждого слова. Но по факту, если просто говорить по-человечески, сарафанным радио, мы кредитуем технологию. Мы просто видим, что у кого-то есть классная идея, в которой мы можем поучаствовать, и помогаем ему это сделать. И в случае успеха мы становимся совладельцами того, что он делал, потому что мы его поддержали. Он с нашей помощью сделал что-то, а мы получаем пользу за то, так скажем, в ответ. И становимся в течение всей жизни компании или технологии, в течение всей ее жизни и существования мы будем получать пользу. Будем получать дивиденды, либо сможем отдать другим людям, так скажем, часть своей компании и получить за это огромную-огромную прибыль. Огромную капитализацию. И это возможность каждого. Дорогие друзья, я сегодня рассчитывал делать как раз на полтора часа вебинар, чтобы он был больше, если что, чтобы я мог его потом урезать, где-то какие-то вещи убрать. Поэтому самая главная информация уже поступила, если кто-то торопится. Я с удовольствием вас отпускаю. И, конечно же, связывайтесь, пишите, узнавайте оттуда, где вы узнали о данном мероприятии. И я очень буду рад вашим вопросам и помочь вам разобраться и принять действительно аргументированное ваше решение, неважно, положительное или отрицательное, участвовать в этом или нет. Но точно прошу вас, не проходите мимо. Вы, как минимум, должны знать о том, что происходит. Потому что в будущем от каждого человека будет зависеть, как быстро струнные транспортные системы будут проходиться по всей планете. Как быстро будет происходить расширение. И уже сейчас, дамы и господа, если вы знаете робототехников, компьютерщиков из IT-отдела, серьезных инженеров, конструкторов и еще множество специальностей, которые вы можете найти на сайте нашей компании за островной технологии, более 60 вакансий, необходимые люди, которые будут продолжать развивать уже внутри компании. Не помогать через фонд SkyWorld Community, а будут устраиваться целиком только в технологическую компанию за островной технологии, для того, чтобы вместе со штатом более тысячи человек сотрудничать и не только заканчивать 14-й и 15-й этап, а дальше застраивать лучшим транспортом всю землю. А для тех, кто остался и у кого есть время, я еще 10 минут расскажу вам о технологических укладах. Технологические уклады – это такие моменты в жизни человечества, когда был переломный момент. Появилась такая технология, что вся жизнь человечества меняется, она качественным образом улучшается. И первый такой технологический уклад – это изобретение текстиля и паровой двигателя, то есть то, когда мы начали передвигать большее количество груза совместно, когда начали производить масштабами огромные ткани, и получился новый вид жизни человека. Потом второй технологический уклад – металлургия и железная дорога. Это еще больше позволило нам двигаться, создавать конструкции, расстраивать города и расширять их. Третий технологический уклад – электричество, который позволило нам сделать ночь денью. Днем, прошу прощения. И целый день мы можем работать. И теперь и ночь с помощью света и электричества. Так много процессов, сильно изменилось жизнь. С переходом на третий технологический уклад человек начал расти во все сферы. Четвертый технологический уклад – нефтепереработка. Машины, топливо, пластик и прочие-прочие взаимодействия с нефтью дали нам возможность того мира, который мы видим сейчас. Но тот мир, который сейчас постепенно увидая, сейчас уже достаточно стремительно, потому что пришла эра экологических технологий и эра, когда население планеты решает самостоятельно, в какую сторону двигаться и имеет возможности это делать. Пятый технологический уклад – то, что больше всего поменяло наше человечество. Тот момент, когда мир серьезно изменился и дал нам все те возможности. Просто вспомните 30 лет последних, как много изменилось и с какой скоростью. И большинство из этого – из-за появления интернета и улучшения связи. Интернет связал людей, дал возможность мыслям людей встретиться, обмениваться, обточиться, создавать вместе, убирать лишнее вместе. И с помощью интернета, мы теперь не знаем без этого нашего мира. Это был серьезный скачок. Сейчас же мы подходим к шестому технологическому укладу. Как сказали одни очень умные ребята из города Даугавпилос, что шестой технологический уклад – это нанотехнологии. Нанотехнологии действительно имеют огромное влияние. Но какое общее влияние они имеют на всю планету, и какое влияние, и как быстро сейчас даст новые транспортные отрасли. Как много чего она освободит и как много даст. Стоит только задуматься. И сейчас расскажу, к чему я вам рассказал про технологические уклады. То есть мы стоим на пороге. С учетом того, что вы видите вокруг сейчас в 21 веке, ну вы понимаете, мы во многих сферах стоим реально на пороге чего-то. На пороге обновления, на пороге перелома старых систем, старых шаблонов, старой структуры жизни. И переходим в новое, адаптируемся. И у нас есть возможность возглавить и поддержать шестой технологический уклад. Все технологии, которые реально, по нашему мнению, мы считаем, что они очень нужны. И они реально стоят свою энергию в виде слов, времени или средств направить для того, чтобы ускорить это. Просто ускорить. Можно стоять в стороне, но можно ускорить и получать пользу за то, что ты дальновидный. Это польза для всех инвесторов. А теперь, почему? Этот транспорт, который вы видите перед собой, те, кто поддерживает этот транспорт, который будет расстраиваться на всей планете, будет получать прибыль, если он совладелец, с каждого проданного транспортного средства, с каждого километра транспортной структуры. Понятно, что частные люди могут покупать несколько километров, или как им необходимо, для компаний или корпораций огромных. Но будут покупать и города, и страны. Целые сети транспортные. И каждый человек, который совладелец данной компании, будет получать пользу. И вся его семья будет получать пользу. Только представьте. И это только первые технологии, которые мы помогаем развивать с компанией Sky World Community Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Потому что его технологии, я повторю еще раз, это эко-дома, которые полностью себя обеспечивают. Экологические, которые дают максимум пользы для жизни человека. Это эко-поселения и линейные города. Абсолютно чистые и безопасные для жизни нас, для развития нас и наших детей. И так далее. Так вот, вот эти компании, которые перед вами, вы все их знаете. Это те, кто создали мир таким, который мы видим сейчас. То есть это те компании, которые поняли, что необходимо миру сейчас с учетом новых инновационных технологий. И как это можно внедрить, либо хотя бы вектор направления, под которые потом нарисуется дорога. Эти компании стали одними из самых успешных и богатых в наше время. С появлением интернета, с пятого технологического уклада. Это основа. Была информации много, а вот дал 100 тысяч один человек двум ребятам, для того, чтобы они как-то ее структурировали, и можно было с ней общаться. И 10 долларов, кто имел в данной компании, за 16 лет капитализировали 100 тысяч долларов. Капитализация. Потрясающее зло и потрясающее значение. Это когда что-то развивается, что-то еще маленькое, но очень полезное, развивается, и то же самое, часть этой услуги, продукта, либо компании, которая у вас была, с ее развитием начинает стоить дороже, потому что она нужна, и она развивается. Она развивается, и ваши 10 долларов стоят уже 100 долларов, а потом 1000 долларов, а пройдя еще несколько, 10 тысяч долларов, хотя это было всего 10 долларов. Представьте, что такое капитализация, когда за 16 лет ваши 10 долларов превращаются в 100 тысяч. Стоит после таких цифр заинтересоваться, а что такое инвестирование вообще? Как сохранять и приумножать свои финансы? С удовольствием, дорогие друзья, обращайтесь, контактируйте, и как минимум тем, что я знаю, я с удовольствием делюсь с людьми, которые к этому тянутся, потому что я понимаю, что у людей, которые управляют своим временем и своей свободой, есть возможность развиваться в творческе, трудиться в творчестве и делать этот мир лучше. Я очень ищу единомышленников, поэтому you're welcome. Приходите, звоните, пишите. И другие компании, которые вы здесь видите, за 8 долларов, за 38 лет, 550 тысяч долларов. Сейчас мы стоим у развития такой компании, одной из этих компаний. Со звуком должно быть все хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите. Эти компании сделали мир и обогатили всех, кто в них поверил и увидел. Увидел, какая польза есть для мира. Поэтому сейчас для вас есть вся возможность, все видеоматериалы, все статьи, чтобы увидеть, чтобы увидеть, насколько продвинулись юницкие со своими единомышленниками в том, что мы сейчас делаем в этой технологии. И что сейчас еще у каждого есть возможность с фантастической выгодой делать мир лучше. Поэтому, пожалуйста, интересуйтесь, развивайтесь, пишите. Я буду очень рад вашим вопросам. Я буду очень рад помочь и ускорить это не как сейчас на день, неделю или месяц, а еще быстрее сделать. Потому что от каждого из нас зависит, какой мир мы оставим в будущем. Анатолий Эдуардович Ницкий говорил, что мы берем нашу планету не в наследство у наших родителей, а взаймы у наших детей. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам энергии, времени и здоровья, чтобы вы могли задуматься об этом и чтобы у вас хватило всего для того, чтобы изучить то, что я вам показываю, то, на что у вас есть возможности и нужным образом именно для вас использовать данные знания. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, что вы так много времени уделили сегодня для прослушивания этой презентации. Очень здорово видеть, что люди интересуются, что людям действительно важно, что происходит не только с ними. Потому что, как говорил один человек, только та жизнь, которая прожита для и ради других, достойна того, чтобы прожить ее дважды. спасибо большое за ваше внимание. Будьте здоровы. До скорых встреч. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я пока поставлю видео и постараюсь ответить для тех, у кого они есть. ответить. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, дамы и господа, это будущее. Мы действительно с помощью программы сможем передвигать, точнее, строить и показывать прямо на месте заказчику, какая будет дорога, какой будет путь, как это будет выглядеть, как это будет двигаться. То есть, потрясающие возможности. AdvoHunter. Можно скачать или можно посмотреть. Уже много, сотен, а может даже тысяч людей имеют эту программу и учатся с помощью нее выстраивать. Например, если вы напишите AdvoHunter, Skyway и Литуания или Baltic States, то на YouTube вы найдете, как в Таллине, в Риге, в Вильнюсе уже провожены данные виды транспорта, как это будет выглядеть. Все проходит изменение, это, конечно же, не идеально, но вы видите, как будет работать новая транспортная отрасль. Очень рекомендую. Дамы и господа, на этом прекрасном слайде хочу закончить сегодня свою презентацию. Спасибо вам большое, что были здесь. Можете сфотографировать его для себя, потому что вы действительно каждый из этих пунктов можете реализовать с помощью компании SkyWorld Community. Стоит только поинтересоваться и задать себе вопрос, чего же я хочу. и вы найдете способ, как с помощью этой компании и данных проектов получить то, что вы хотите. Я очень рад, что интересно, я очень рад, если это принесет вам пользу и если это не останется просто в виде информации, а трансформируется в знания, которые вы все использовали во благо своей жизни, жизни своей семьи, а возможно даже и передали их дальше. Благодарю вас. Желаю океанных улыбок как от других людей, так и своих собственных. Будьте здоровы, дорогие друзья. Улыбок вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok